Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Можно ли здоровым людям молиться, сидя и читать Евангелие, лёжа или лёжа в ванной или на пляже? Замечу, что в вопросе оговаривается для здоровых людей. Очевидно, что для больных всё это можно, для тех, у кого нет возможности стоять или даже сидеть и лёжа, и при исполнении каких-то процедур даже и необходимо совершать сердечную молитву, обращаться ко Господу в том положении немощном, в котором приводит болезнь. А вот здоровым людям здоровый человек тоже бывает в разном состоянии. Во-первых, бывает крайняя степень утомления, и чем здоровее человек, тем больше может он потрудиться, придя в ослабление сил своих. Чем дороже джип, тем дальше бежать бывает за трактором, тогда, когда он завязнет по безрассудству своего водителя, запущенный в непроходимой топе. Очевидно, что если человек находится в расслабленном физическом состоянии тогда, когда силы его ещё не оставили, то это чревато расслабленностью и внутренней. И поэтому молиться, читать Евангелие в таком положении вовсе неудобно. Святитель Игнатий Кавказский, брончанинов, говорит о том, что в новоначальных особенно внутреннее расположение находится в соответствии с внешним. Потому что если ты сидишь расхлябанно или распластался в шезлонге, или валяешься на кровати, при этом решил подзаняться каким-нибудь духовным созерцанием, то, скорее всего, ничего толкового из этого не получится. Надо и жить в струночку, и стоять в струночку, когда хочешь привести своё внутреннее положение, состояние в струночку, во внутреннее обращение ума и сердца к Богу, который именуется молитвой. Поэтому по причине какого-то расслабления или разгильдяйства исполнять своё молитвенное правило или обращаться к Богу из-за такого положения, описанного вами, конечно же, не лучшее дело. При этом надо сказать, что и плавая в море, и находясь в положении отдыха, совсем не лишний помнить о Боге. Мы призваны непрестанно молиться, как говорит апостол Павел в обращении своём к ученикам, «Непрестанно молитесь». Это значит, при всех обстоятельствах нашей жизни, вкушаем ли мы пищу, идём дорогой дальней, едем ли в транспорте, и, как вы спрашиваете, находимся ли на море, память о Боге должна стремиться быть неотлучной от нашего сердца. Это и есть молитва. Потому наша бытовая реальность, обстановка жизни, в которой мы пребываем, не является никогда препятствием для молитвы. Молиться можно и стремиться нужно всегда. Но вычитывать какое-то молитвенное правило, конечно же, хорошо в храме Божьем, хорошо стоя перед иконами, помня о том, что внешнее наше содействует правильному строению и внутреннего. Чтение Евангелия, сидя, допустимо. Хотя, конечно, сам я, как священник, даже в некоторые времена богослужения, имею предписание слушать апостольское чтение, сидя. Именно таким образом свидетельствуется преемство благодати священства от апостолов современными священниками. Это не по причине усталости. Как видели некоторые из вас, священники дружно, вслед за архиереем, если сослужат ему или, если нет архиерея, вслед за старшим священником, садятся во время чтения апостола посреди храма, совершаемого чтецом, или вторым диаконом, если служат два диакона. Это бывает именно потому, что священническая благодать является преемственной от апостолов, и, сидя, слушая апостолов, священника самому себе и всем молящимся напоминает о великом достоинстве, в которое он возведен, так что совершает божественную литургию, то же, что совершали апостолы Христовы. А вот Евангелие уже читается при большом предварительном возбуждении внимания, молитвенного внимания всех тех, кто находится в храме. Премудрость вонмем, прости, встанем сосредоточенно, внимательно и осподобиться нам слышанию Святаго Евангелия. Тут уж не до сидения, тем более не до лежания. Хорошо и в домашних условиях свое чтение Евангелия предварять, например, коротенькой молитвочкой святителя Иоанна Златоуста с подобием Господи, чтением Святаго Евангелия сего, всякого сердечного просвещения, душевного и телесного здравия. Есть такая молитва, посмотрите, она есть в некоторых молитвословах, можно найти ее на портале Азбука Веры. Молитва перед чтением Евангелия в домашних условиях. Есть молитва священника, которую он прочитывает тайно во время божественной литургии, прежде чем открывает и начинает читать Святое Евангелие. Все это указывает нам на необходимость бодренно и телесно, исправно предстоять пред Богом, когда мы внимаем Евангелию, ибо это не человеческая книга, но Слово Божие к нам. И читаем мы ее не для того, чтобы найти противоречие или принять к сведению, а для того, чтобы следовать ее глаголам, принимая их как от уст Божьих исходящие. Потому очевидно, что для чтения Евангелия нужно занять максимально возможное для вас, в тех обстоятельствах, в которых вы читаете, благоговейное расположение тел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!